Человек мокрый, что ли? Первый вопрос. Вас не попривозг? Боже, в Борисе все везде и в саде в Ахате в Вьетнам. Сейчас, сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Пуслан, можем начать? Да. Первый вопрос. Пуслан, первый вопрос. Мы впервые видим у тебя на лице стечку. Это самое твое жесткое, скажем так, ранение в бою? Ну, если честно, до сих пор и в любительской, и профессиональной карьере не помню, чтобы были рассечения. Но все когда-то впервые. Думаю, постараюсь в следующий раз, чтобы не было. До этого было лучшее. А каково это драться с этой стечкой? Никогда не было такой стечки, когда лицо заливается кровью? Ну, в момент боя, честно, даже не понял, как это произошло. И когда уже лицо начало заливать кровью, я понял, что получил рассечение. Ну, рассечение не над глазом. Обычно, когда над глазом, сразу доктора останавливают проверить, там, не мешает ли зрению. Но у меня это было не над глазом. Так что я не думаю, что особо меня напрягал этот бою. Планы на ближайшую неделю? В ближайшие дни скажешь. В ближайшую неделю всей семьей лечу в хадж через пару дней. Это 9-го числа. Арман Царкенко в интервью сказал, что ты переоценен якобы. И большинство в России будет болеть за него. Что ты скажешь на этом? Ну, он просто болтает. Пытается как-то... Боями не может на себя внимание привлечь. Пытается как-то словами на себя внимание привлечь. У него уже был шанс. Я его один раз побил. Я думаю, придется и второй раз побить. Как ты оцениваешь своих шансов в бою с чемпионом в среднем весе? Ну, я бы сказал, что чемпион в среднем весе тоже очень универсальный боец. С навыками хорошими. У нас получится, я думаю, хороший конкурентный бой. И я знаю, что у меня есть большие шансы завоевать второй пояс. Ислам, скажи, пожалуйста, пока вы взвешивались, да? Себя парень вел не очень хорошо, агрессивно. Как ты реагировал на это? Ну, это не назови на пресс-конференцию. Он там сказал такой американский сленг, который они не продают смысла. Но парень довольно уважительный парень. Он потом после взвешивания подошел ко мне два раза объяснить, что он ничего плохого не имел. В клетке подошел два раза. Потом к моему менеджеру подошел американцу сказать, что попытаюсь Ислама объяснить, что в американском сленге это ничего не значит. И я не пытался там его задеть. Скажи, пожалуйста, вот пока ты боролся, зал скандировал, да, публика? Как бы ты это слышал? Как ты на это реагировал? Да, я уже привык, что где-то там… Последний раз я это помню было в Австралии, когда весь стадион болел для соперника. Здесь также вся публика болела за Дастина. Но не вся, но большинство, конечно. Но это нормально. Я дрался с американцем в Америке, так что… Я думаю, если в России то же самое будет, вся публика будет болеть за меня, так что ничего страшного. А то, что они кричали в адрес Байдена? Я это, честно, в бою не слышал. В бою я старался больше своих секундантов слушать. Ну, Паре тоже один из лучших бойцов. Он же тоже прогрессирует. В двух титульных шансах его задушили сзади. И, наверное, готовился и был хорошо подготовлен. Я старался в первом раунде. Силы были. Старался задушить, но защищался очень хорошо. Там еще такой вопрос. Макгрегор написал в соцсетях, что он сначала разделается с Чендлером, а потом дойдет и до тебя. Скажи, пожалуйста, если бы выбирать между Макгрегором и Арманом Царакеном, с кем бы ты был бы бойцом? Ну, если быть честным, если бы выбирать, конечно, в плане и в медийном плане, во всех планах Макгрегор был бы поинтереснее. Но я не думаю, что даже его следующий бой состоится, потому что мы видели недавно видео там, и вот недавно пресс-конференция у них отменилась. Не думаю, что он сможет выйти вообще на бой. А если все-таки сможет? Если сможет, думаю, тоже. Мое мнение, что Чендлер выиграет, потому что он более сфокусирован, тренируется, более голоден, наверное, тоже. И еще историю про стафилокок. Расскажи нам, пожалуйста. Ну, я когда уже из дома отсюда вылетал за три недели, я помню, маленькая болячка была, и как-то, может, в полете воспалилась уже, в самом поездке воспалилась, и я уже приземлился в Нью-Йорк, и мы сразу к врачу поехали. Врач посмотрел, уже рано воспалилась сильно, он даже зел по контуру обвел и сказал, если дальше этого контура выйдет покраснение, то надо будет уже вмешательство. Ну, и выписал антибиотики. Я где-то 8 дней принимал антибиотики. Ну, последние две недели меня, можно сказать, практически последние 10 дней ничего не беспокоило. Я нормально сгонял весь, сделал заключительные хорошие спарринги. Я не думаю, что это сыграло какую-то роль. Ну, может, какую-то там сбило с колей, но ничего такого страшного не было. Мы увидели после первого раунда, после тейкдауна ты щурился чуть-чуть и за глаз держался. Что это было? Ну, первую же как-то, не знаю, царапина на глазу. Первый же удар я ему попал через руку, а он мне тоже прочесал. Ну, я почувствовал, что как-то прочесал глаз. Чуть первую минуту как-то было помутнение. Бескомфорта не было потом? Нет, потом не было, потом уже это все прошло сразу. Ты все время искал возможность провести оглушающий, болевой. Почему техническим нокаутом не пошел? Ну, Парье, как все знают, он один из самых лучших ударников. Не только, ну, говорят, что самый лучший боксер. И немного опасался, наверное, его стойки. Может, чуть даже переоценил его стойку. Но потом, пересмотрев бой, я понял, что надо было больше самому верить в свои удары, в свою стойку, повереннее работать. Из-за этого в бою, наверное, чуть опасался. Спасибо большое. Ислам, еще один последний вопрос. По поводу Арман Сарукян тоже написал, что вроде бы ты выдохся по кадрам, да, по видео в пятом раунде. Но откуда ты нашел силы, чтобы смог провести оглушающий? Не было такого, что я выдохся по ходу боя, потому что на каждый раунд я выходил свежий. И если человек выдохся в пятом раунде, провести удушающий – это практически нереально. Ислам, вы бы сами предпочли, чтобы следующий бой был за титул в другом весе? Да, конечно, это, наверное, самая большая мечта в профессиональном спорте у меня, чтобы я подрался за второй пояс. А насколько это реально? Леон Эдвардс, по-моему, не горит желанием, но сказал, тебе надо зачистить свой дивизион сейчас. Ну, я не вижу соперников, кого я уже не побил у меня в своем дивизионе. В топ-5 пацаны друг друга побили, остальных я выиграл. Есть Сарукян, я его уже побеждал. Но если мне предоставить шанс выбора, конечно, я бы выбрал второй пояс. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!